Лауреаты Нобелевской премии по химии. Вспышка педикулеза в 2023 году. Как спастись? В каких сферах не обойтись без атомной промышленности? Продолжение ежегодного фестиваля День первокурсника. Битва двух институтов. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Валерия Карташова. 6 октября в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча студентов с российским писателем, сценаристом и общественным деятелем Олегом Роем. Мероприятие посвящено презентации его нового проекта «Вселенная русских супергероев», который создан совместно с брендом BY и направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. У нас сегодня большая встреча. Во-первых, это встреча знакомства. Почему? Потому что и я педагог, и они будущие педагоги. И нам, правда, есть о чем поговорить. Это первое. Второе. Хотел им сегодня рассказать и презентовать ту историю, которую сегодня начинаем делать в стране. Это история «Русские супергерои», где также место найдется и герою из ваших эпосов, и герою из эпосов других стран. И можно сделать очень интересную, уникальную историю, где место найдется образованию, место найдется идеологии, место найдется нашим старым, может быть, уже забытым сказкам, сказаниям. 1956 года единственным советским лауреатом Нобелевской премии по химии был физико-химик Николай Семенов, который был награжден за разработку теории цепных реакций. Не так давно Комитет Королевской Академии наук объявил лауреатов 2023 года. Ими стали ленинградский исследователь Алексей Якимов, американский ученый Луис Брюс и французский химик Мунги Бавенди за открытие и синтез квантовых точек. Обо всех подробностях узнаете в следующем сюжете. Нобелевская премия по химии вручается еще с 1901 года. Первым ее лауреатом стал Якоб Хендрик Вант Гофф из Нидерландов за открытие законов химической динамики осматрического давления в растворах. До 2023 года единственным химиком из Союза Советских Социалистических Республик и России, получившим премию в область химии, был Николай Семенов, который установил механизм газофазных реакций. В этом году лауреатами стали ленинградский исследователь Алексей Якимов, а также американский ученый Луис Брюс и французский химик Мунги Бавенди. Они, каждый по отдельности, открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы, известные как квантовые точки. Нобелевский комитет сообщил, что ученые давно предполагали, что наночастицы могут проявлять квантовые эффекты. Однако до определенного момента им не удавалось подтвердить эту теорию экспериментально. Буквально на днях были объявлены результаты вручения Нобелевской премии. И по химии, что отрадно, получил группу ученых, среди которых есть один советский ученый, который порядка 40 лет назад изобрел квантовые точки. Впервые им были разработаны, синтезированы квантовые точки. Это был 1981 год. Квантовые точки — это фрагменты проводника или полупроводника, носители заряда которого ограничены в пространстве по всем трем измерениям и проявляют абсолютно уникальные свойства. Впервые они были синтезированы в начале 1980-х годов Алексеем Якимовым в стеклянной матрице и Луисом Брюсом в коллоидных растворах. Лауреатам Нобелевской премии по химии 2023 года удалось создать настолько маленькие частицы, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Как отмечает Шведская Королевская Академия Наук, это открытие имеет большое значение в нанотехнологиях, поскольку сегодня у изобретения огромное количество применений. Все современные телевизоры с технологией QLED основаны на применении квантовых точек. Кроме того, биохимики и врачи используют частицы для картирования биологических тканей. На самом деле, на данный момент представить нашу жизнь без квантовых точек достаточно тяжело. Одним из таких наилучших примеров, наверное, является разработка технологии QLED, современные лучшие телевизоры с лучшей цветопередачей, с лучшими монохроматическими, мультицветностью. Работу ученых несколько раз номинировали, но только сейчас она получила достойное признание. Поэтому уже 10 декабря Алексей Ефимов, Мунгеба Вензи и Луис Брюс официально будут награждены Нобелевской премией в Стокгольме. Благодаря их исследованиям, квантовые точки будут использованы в самых разных областях знаний. В строительстве, радиоэлектронике, оптике. Квантовые точки были теоретизированы. Далее, поскольку этот синтез был произведен в стекле, квантовые точки важно получать в каком-то темплате, в каком-то ограниченном пространстве, чтобы контролировать их размер. Это очень важно, поскольку именно от размера зависят их функциональные свойства, в частности, фотофизические свойства. Помимо этого, есть такие области, в которых квантовые точки находят большое применение. Среди них биосенсорика, биовизуализация. Но особый вклад работы будет прослеживаться в медицине. Квантовые точки позволят сделать видимые органы, которые прозрачны для других видов диагностики, что поспособствует обнаружению мельчайших повреждений сосудов. И также частицы смогут переносить лекарственные средства и антитела для опухолевых клеток. Кристина Отекина, Фарид Захидоглы, Универньюз. С каждым годом количество людей, заболевших педикулезом, не только не уменьшается, но даже увеличивается. Так, в России заболеваемость составляет 178-224 случая на 100 тысяч населения. Это около 300 тысяч больных ежегодно. О том, кто же такие эти вши и как помочь себе не заболеть ими, заражая всех вокруг по цепочке, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Педикулез распространен во всех странах мира. Заболевания затрагивают все слои населения. В шамме можно инфицироваться случайно, а не только при плохой гигиене. Например, откинувшись на подголовник в вагоне поезда или занимаясь контактными видами спорта – на коврике или татами. Заболевания встречаются у обоих полов, но девочки болеют чаще, чем мальчики. Педикулез реже встречается у афроамериканцев, возможно, из-за различий в структуре волос. Хотя в Африке вши и адаптировались для захвата нецилиндрических волос, процент встречаемости здесь всего 3,7. Жизненный цикл вшей от яйца до взрослой особи составляет примерно 25-35 дней. Вши передаются от волоса к волосу, но стоит отметить, что они не умеют прыгать и летать от одного человека к другому без прямого контакта. Тем не менее, вши умеют передвигаться со скоростью 23 см в минуту. Передаются они при непосредственном контакте с зараженным, особенно в организованных коллективах. Также при контакте с зараженными вещами – чужие головные уборы и щетки для волос. У нас имеется три вида вшей – головная вошь, плотяная вошь и лобковая вошь. В зависимости от этого, пути передачи у нас следующие. Если это головная вошь, преимущественно это тесные контакты, использование от них и тех же расчесок, использование плееров, наушников, телефонов. Также можно при тесных контактах, если это лобковая вошь, то это у нас половые контакты, преимущественно также тесные. И если вы спите на одной кровати, на одной подушке. Головная вошь – это исключительно человеческий паразит, который не передается от животных или животным. Это бескрылое насекомое серо-белым телом длиной от 2 до 4 мм. После того, как вошь напитается, брюшко становится красным. Вошь питается кровью, погружаясь своим хоботком в кожу. При укусе в рану попадает слюна насекомого, которая является для организма чужеродной. Попадая в кровь, секрет вызывает реакцию иммунной системы, что проявляется зудом и покраснением кожи на месте укуса. Зуд приводит к раздражению и многочисленным расчесам кожи. Повреждения кожи, в свою очередь, являются входными воротами для различных инфекций. Основными симптомами это является непосредственно зуд. Вы это узнаете, к сожалению, не сразу, после того, как они на теле дали о себе знать. И заселились. И расчесы. Лечение педикулеза направлено на уничтожение возбудителя на всех стадиях жизненного цикла. При несоблюдении рекомендаций высок риск неудачного лечения, а также развитие нечувствительности в шей к терапии препаратами. При платином педикулезе обработку больных и их вещей должны производить специальные лицензированные дезинфектологические организации. Для дезинфекции помещений, мебели, а также белья, одежды и постельных принадлежностей применяют педикулицидные средства в аэрозоле. В терапии используются три метода – механический, физический и химический. Дополнительные методы лечения требуются при развитии осложнений. Первый подходит в случае единичных особей. При этом используют специальный гребень с мелкими зубьями. Для облегчения вычесывания гнид накануне рекомендуется нанести на волосы вазелиновое масло или комбинированный препарат, содержащий кокосовое или анисовое масло. В аптеке продаются противопедикулезные препараты. Это шампуни, это гели для тела. Достаточно будет один раз их использовать и потом уже в дальнейшем, через 7 дней, это дело повторить. Прогноз для жизни при педикулезе благоприятный. На фоне лечения большинство больных поправляются без каких-либо отдаленных последствий. При несоблюдении врачебных предписаний или в случае сохранения живых гнид, есть риск повторного заражения. Однако, следуя инструкциям и выполняя беспрекословно каждое назначение медицинского работника, можно остановить жуткую цепочку заражения, как минимум в своем близком кругу. В Казанском айти-парке имени Башира Ромеева стартовал фестиваль «Атом плюс». Тема атомной сферы в последнее время стала очень актуальной, так как 2024 год в республике объявлен Раисом Татарстана Рустамом Минихановым годом научно-технологического развития. Казань выбрана первым городом для популяризации науки. В айти-парке имени Башира Ромеева при поддержке властей Республики Татарстан и молодежной организации «Движение первых» прошло открытие фестиваля «Атом плюс». Масштабного мероприятия, которое позволило студентам и педагогам учреждений среднего профессионального образования ознакомиться с возможностями, которые представляют партнеры фестиваля. Ключевым спикером церемонии открытия стал Тимур Сулейманов, помощник Раиса Республики Татарстан и руководителя «Движения первых» в регионе. Задача «Движения первых» – это ознакомить детей, подростков, молодежь с теми возможностями, которые сегодня есть в стране и в Республике Татарстан, где бы они могли свои знания применить. Сегодня мы подписали соглашение с корпорацией «Росатом», и мы планируем, начиная с детского возраста, эту траекторию научного развития выстраивать для детей и подростков в нашей Республике. В рамках мероприятия была организована научно-просветительская программа, включающая проведение лекций и мастер-классов. Их ключевая цель – познакомить представителей педагогического сообщества с актуальными научными и практическими тенденциями и методиками, которые могут повысить мотивацию обучающихся к научно-исследовательской и инженерной деятельности в атомной сфере. Ведь в приоритете, конечно, выстраивание прямой коммуникации педагогов и студентов с популяризаторами науки. Для нас очень важно вовлекать молодежь Татарстана в все наши активности, которые сейчас в виде проекта мы развиваем на двух предприятиях. Будет прекрасно, если мы сегодня сможем поговорить более подробно и о возможностях в целом Росатома. Помимо Казани, фестиваль проводится в Калининграде и Челябинске. В столице Республики Татарстан собрались около 300 педагогов и студентов колледжей и техникумов. Вместе с представителями атомной отрасли и научными деятелями они познакомились с актуальными теоретическими и практическими трендами в изучении инженерной деятельности в атомной сфере. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. День первокурсника набирает обороты. 5 октября в здании культурно-спортивного комплекса «Уник» с творческими номерами выступили коллективы Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского, Института фундаментальной медицины и биологии. О сюжетных линиях концерта и уникальных творческих номерах далее в сюжете. День первокурсника в самом разгаре. В третий день свои программы представили творческие коллективы Института математики и механики и Института фундаментальной медицины и биологии. Масштабные декорации, захватывающие сюжеты – все это труды студентов, которые всего за месяц успели подготовить зрелищные номера для зрителей фестиваля. В основу сюжетной линии концерта студентов Мехмата легла трогательная история, основанная на старом советском мультфильме «Голубой щенок», где главным посылом стало отличие личности от большинства. Главный герой вампула щенка проходит путь от чувства одиночества до обретения настоящих друзей и ощущения нужности. Студенты Института математики соорудили декорации своими руками, выстроили морские волны, световые проекции дополнили атмосферу путешествия на корабле. Вокальный ансамбль «Ла Грэндж» исполнили песню «Я рядом», которая позволила зрителям проникнуться милохаличным сюжетом. Студенты Института фундаментальной медицины и биологии представили публике свои вокальные данные, театральные постановки и танцевальные номера. Артисты показали историю о бюро, которая обучает ангелов-хранителей. Все завязалось на сдаче экзамена земной девушки. Один из ангелов должен был помочь ей в этом. Единственное условие – не показать свое обличие человеку. По итогу действия раскрылся ключевой посыл истории – готовность пожертвовать всеми принципами ради счастья человека. Главный герой справился с миссией и стал ангелом. Креативность первокурсников была ярко выражена в исполнении своих ролей. Они продемонстрировали все навыки, которые получили на длительных репетициях. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» проводится в Большом зале КСК КФУ «Уникс». Каждый день побудем до 13 октября. А для тех, кто не смог посетить концерт вживую, специально ведется прямая трансляция. Ее запись можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!